Петр Порошенко принял вызов Владимира Зеленского провести дебаты на Киевском стадионе Олимпийский перед вторым туром президентских выборов на Украине. О своем решении действующий глава государства сообщил в видеообращении, при этом напомнил, что по закону встреча кандидата в прямом эфире должна проходить в студии общественного телевидения. Но стадион так стадион, резюмировал Порошенко. Теперь очередь за центр избиркомом, разрешит ли он отступить, отправил и провести дебаты на стадионе. Между тем ЦИК утром закончил обрабатывать все протоколы по итогам первого тура голосования. Результат? Зеленского поддержали 30,24%, Порошенко 15,95%, почти в два раза меньше. И выяснилось, окончательной победой молодого политика Владимира Зеленского опасаются украинские раскольники. Как пишут местные СМИ, в новой структуре уверены, успех в первом туре это результат коварного плана ни много ни мало русской православной церкви. Якобы в случае победы Зеленский не будет поддерживать раскольников, а это выгодно как раз РПЦ. В канонической церкви Украины уже ответили, на варе и шапка горит. Сторонники Томаса, по сути, признались, вся затея – политический проект, который существует лишь до тех пор, пока его поддерживает власть. И только что в украинском ЦИКе заявили встреча Владимира Зеленского. И Петра Порошенко на стадионе не может быть официальными теледебатами, но может стать формой агитации. При этом кандидаты должны сами оплатить аренду стадиона.